После президентских выборов 2022 года первый указ, который подписал Касымжимар Токаев, был направлен на развитие сельских территорий, а оно невозможно без успешной и динамичной работы аграрной отрасли. Фельхозпредприятия крупные и мелкие – это главные драйверы занятости и благосостояния на селе. Накануне профессионального праздника работников сельского хозяйства президент собрал более 2000 представителей отрасли в Астане. Несмотря на то, что год выдался сложным, с казахстанских полей удалось собрать рекордный за последние 10 лет урожай – 26 миллионов 700 тысяч тонн зерна. Глава государства поздравил аграриев с достижением. Но чтобы большие объемы готовой продукции были привычным делом, предстоит еще много работы. Глобальная цель – превратить сельское хозяйство в передовую отрасль. Агропромышленный комплекс должен стать одной из основных движущих сил экономического роста. В этом заинтересованы и бизнес, и власти. Надо находить оптимальные и взаимовыгодные решения. А поскольку за спинами собравшихся на первый форум работников сельского хозяйства тысячи их сотрудников и односельчан, Касымжмар Тукаев высказался и на другие темы. Например, поручил правительству подумать и решить насчет целесообразности сдачи декларации о доходах гражданами, Подпадающими под четвертый этап реформы. Кроме того, президент высказал свое мнение относительно премий для государственных служащих, По поводу которых в последнее время были разные заявления. «Считаю, что для повышения эффективности госорганов оплата труда рядовых сотрудников должна быть конкурентной, И премии помогают решать эту задачу. По-другому сложно привлечь на госслужбу квалифицированных специалистов и предотвратить текучку кадров». Конец цитаты.